Все время будь внимательным и помни наперед. Свои имеют правила, шофер и пешеход. Я по правилам иду, за дорогою слежу. Я, например, и пешеход, там иду, где переход. Правила я уважаю и всегда соблюдаю. Если знаешь ты, малыш, правила движения, перейдешь дорогу сам и без приключения. Вместо песенки про елочку – стихи и сценки о правилах поведения на дороге. Так в творческой игровой форме серьезная и нужная информация лучше запоминается. В детском саду номер 153 правилам дорожного движения малышей учат с трех лет. Здесь даже есть специальная площадка со светофорами и знаками, имитирующая реальную дорогу. Но регулярных занятий с малышами недостаточно. У нас бывают беседы, занятия с детьми, и нам дети рассказывают, мы их учим. Дети, вы должны обязательно, если, например, едете в машине, у вас должно быть кресло. Нам дети говорят, а у нас нет такого кресла. Иногда даже они, вот нас записываем, даже рассказывают детей, потом их родителям зачитываем. А вот мама сказала, ничего ж ты красный свет, а нету рядом никаких машин, давай перебежим. Выходит, воспитывать нужно не только детей, но и родителей. Сотрудники ГИБДД подтверждают. Свидетельство тому статистика детского дорожно-транспортного травматизма. Если мы обратимся к статистике по пешеходам, по детям-пешеходам, то в 2016 году произошло 35 ДТП с детьми-пешеходами, 14 ДТП по вине самих детей. Естественно, что дети получают травмы, достаточно серьезные травмы, выбывают из учебного процесса, и у них появляются проблемы со здоровьем. И об этом, конечно же, нужно помнить прежде всего родителям. Семена знаний в юных головах не прорастают. За иллюстрацией причины этого далеко ходить не надо. Такая картина утром буквально у каждой городской школы. Родители привозят своих чат на занятия, паркуются и переходят дорогу, где придется. Вот скажите, пожалуйста, уважаемый водитель, вот вы остановились здесь и переходите с ребенком, где? Через дорогу. А где надо переходить? Вон там. А почему не поступили так? Поздравляю на работу. Я все понимаю, но вы же своего ребенка переводите. Вот смотрите, в каком классе учишься? Во втором. Во втором классе. Вот вы как-нибудь, случится так, что вы ее отправите в школу самостоятельно. Она начнет делать, как вы. Пересекать дорогу в неустановленных местах, сокращая расстояние. Смотря на вас, копирую, как вы, уважаемые родители, это делаете. И попадет в автомобиль. И получит травму. Что тогда произойдет-то? Вы же будете за нее переживать. Правильно? А можно вас? Мы очень торопились. Ну, я вас и лекцию вам обоим прочитаю, уважаемые родители. Вообще вас в обоих надо наказать. За то, что вы неправильно делаете. Есть масса способов, где с той или иной стороны можно с ребенком перейти. Но что-то случится, это с вашим ребенком случится. Мы же под контроль, но ребенок не один-то не будет. Ну, нельзя здесь переходить дорогу. Вы должны знать, как владельцы автомобилев. Вы учили правила дорожного движения. Пункт 12.29, часть 1, она не отменяется ни для кого. Ребенка в этой ситуации мы выписываем сообщение, направляем по делам несовершеннолетних, что они хулиганят, нарушая правила дорожного движения. Так и вас надо, и ребенка наказать. Зачем это делается? Во-первых, для того, чтобы жизнь их не сохранилась, в первую очередь. За неполный час работы у 21-го лицея инспекторы выявили десятки подобных нарушений. Родителей нарушителей не останавливает присутствие не только собственного чада, но даже дорожных полицейских. Понять взрослых, конечно, можно. Дорога не широкая, движение не интенсивное. До пешеходного перехода нужно идти. Проскочим. Однако последствия такого маленького исключения из правил гораздо серьезнее, чем кажутся. Все обучение, все усвоенные ребенком правила дорожного движения – насмарку. Достаточно родителю один раз в неположенном месте перейти дорогу или перебежать дорогу на красный свет. И мы точно можем с вами гарантировать, по сути дела, что когда ребенок останется один, при каких-то условиях он повторит это действие взрослого. Ребенок не только большое счастье, но и не меньшая ответственность. Не нужно надеяться, что всему научат в школе или детском саду. Главный эталон поведения для маленького человека – его мама и папа. Лучшее обучение – собственный пример. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.